Если существует термин «женская литература», то должны быть и женские блоги. Яркие представительницы таковых в России — это две дивы, Тина Канделаки и Катя Гордон. Равнодушные к светской жизни, с трудом вспомнят, кто из них кто, но ведь они очень разные, и запомнить легко. Одна блондинка, а другая брюнетка. Моя коллега Алена Акиншина сравнила их тексты и стиль. Чашка кофе, крыса по имени Мыш, бывший бездонный пёский сон и ноутбук. Первое сообщение. Очередное читаю про то, что я мега-монстр и дура, поэтому, конечно, утром бодрит. Два года назад Катя от интернета хотела уйти, как от надоевшего мужа, но эта мировая трясина влечёт. Гордон погрустила. Когда я была совсем наивной и глупой, я тоже пыталась делиться искренне какой-то информацией, но, в общем, это, наверное, не то место, где можно обнажаться. То есть я лучше туда запущу какие-нибудь эротического плана фотки, чем буду изливать душу. И к блогу снова вернулась, а он простил. В футболке с фотографией голой Наоми Кэмпбелл на час в спортзал. Тина усердно качает ноги. После каждого снаряда подход к телефону, ведь общественность подробностей ждёт. Но покажите, Виталийшка, поднимите пальцы. То есть это всё натурально? Пресса, он всегда натуральный. Тина никогда не молчит и в интернете. Быстро сообщает людям, кто от такого инструктора недавно ушёл. Миша Голусян, друзья, ходил к этому прелестному человеку тренироваться. И как вы думаете, чем он закончил? Безусловно, он закончил, не будем этого скрывать. С сосисками, сардельками, картошками. Нет, я так понял. Попкорн? Попкорн. Твиттер, живой журнал, социальные сети. Блондинка и брюнетка нырнули туда с головой. Катя, когда её совсем не знали, снимала фильмы, писала книги. Потом вышла замуж, назвалась Гордон и поскандалила Собчак на радиоволнах. Катя, если честно, вы не обижаетесь, мы же все тут друзья. Вот это ваш главный комплекс. Вот если честно, если говорить вот по-серьёзски. Я просто не говорила в психологии. Главный комплекс – это то, что вы недозвезда. Ксения, мне вообще, я бабские перепалки ненавижу. А почему вы считаете, что это бабская перепалка? Мне кажется, это она. За ругань в прямом эфире с работы прогнали. Катя прославилась, подумала и решила спеть. А, написали концерт Кати Гордона. Неправильно. Концерт блонд-рок группы. Стихи Гордон. Идея тоже. Группу собрала, когда работала на радиоэфирах. Теперь клипы в интернете, выступления в маленьких клубах. Всё для того, чтобы осенью на большой сцене закатить концерт. Катька Гордон, а ведь её наверняка бросил муж. Вряд ли она сам бросил. И тоже становится легче, понимаешь? Поэтому я готова выступать решением для негатива. Тина Канделаки себя сделала сама. Правда, в её судьбе тоже промелькнула Ксюша. После публичного поцелуя на сцене Тина ударилась в бизнес и интернет. 250 тысяч друзей в мировой сети. Айфон и Твиттер – лучший друг. Дома, на работе, в самолёте. А как, Николай, вы относитесь к Твиттеру? Возникает вопрос. Кому? К Твиттеру. Очень хороший сайт. Мне нравится. Ким Кардашьян зарабатывает на Твиттере по 3 миллиона в год, Николай. Да? Приятное новое. А можно, можно вот от нас, от сельских жителей? Простите, я честно, Твиттер, потому что Твиттер и Триппер для меня звучат совершенно одинаково. Всё, что она делает, будучи невероятно талантливой, невероятно талантливой, это всё заради успеха. А когда ты, я знаю по себе, делаешь всё заради успеха, хому сапиенс исчезает, появляется чудовище. Это про Камделаки. На руке тату, что значит воин, наколка скрывает ожоги, оставшиеся от аварии в Ницце, когда Феррари, которым управлял олигарх Сулейман Керимов, врезался в дерево на полном ходу. Тина была рядом. Что происходило в машине, если человек потерял управление машиной? Я знаю, что происходило, подозреваю по твоим лукавым глазам, ты знаешь, что происходило. Поэтому мне не кажется нормальным тот вариант, когда человек ужжёт беспардонно, что его там не было. Потом ему доказали, что он там был, но ничего не было. От той истории пострадала репутация Тины и кошелёк. Торговая марка с ней не продлила рекламный контракт. Камделаки отыгралась на виртуальных недоброжелателях. Я Тина Камделаки, меня знает вся страна. Как зовут вас и кто вы? Вот я жду вас по адресу Большая Гимолка, дом 22. Я стою в такое-то время в таком-то месте. Подходите. Вы знаете, никто не подошёл. На тарелке персики, на ногах итальянские каблуки. Журналы давно присвоили ей титул иконы стиля. В компьютере фотографии детей. Их недавно выложила в интернет. Мелания и Леонтий уже большие, сами ведут блог. Сын пишет про человека-паука, дочь про бурундуков. Мама тоже животных любит. В американском мультфильме озвучила морскую свинку. Халюси, 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 халюси. Катя в дворняжках души не чает. Собачьи судьбы пытаются устроить тоже через мировую сеть. Сейчас собирает деньги на бытовку. Она очень сексуальна. Я не слышу её песен. Я не слышу, что она говорит. Скорее всего, х**, не то и другое. Пой, что хочешь. Говори, что хочешь. Только ложись. На главном событии недели, концерте U2, они не встретились. Тина пошла на вид места, гордон на танцпол. Когда действо кончилось, Канделаки в твиттере выложила глюкозу. В виде бугага, так подписывается Катя, себя в мокрой майке и хвалебную оду. Алена Акишина, Владимир Смирнов, Анжела Маркелова и Михаил Кондратьев. Вести.